Построение нашей практики задаётся тремя заветами Георгия Родоза. Как я вчера уже объяснял, и прежде всего мы должны обнаружить своё состояние. Мы получаем передачу и мы обнаруживаем то, что мы называем своё истинное состояние. И для того, чтобы мы действительно обнаружили, чтобы преодолеть различные ошибки, которые могут возникнуть при этом, а у нас возникают совершенно стандартные ошибки, например, для того, чтобы обнаружить, мы начинаем что-то искать. Вот когда мы начинаем в себе что-то искать, мы совершаем ошибку. Это является отклонением, когда мы что-то ищем. Когда мы пытаемся сделать что-то для того, чтобы у нас получилось вот это мгновенное присутствие, когда мы для этого прилагаем усилия, это ошибка. Когда мы своё временное состояние принимаем за мгновенное присутствие, это ошибка. Поэтому очень важно заложить правильную основу. И мы закладываем правильную основу, выполняя практики Рушенов и Синдзина, практики Ладжонгов. У нас не было времени говорить о практике Ладжонгов. Но если у вас будет возможность посетить ретрит по Седьмому Ладжонгу, то это очень хорошо. Седьмой Ладжонг связан также с дыханием, с контролем дыхания, контролем жизненной энергии, праны. И для этого нужно заниматься янтро-йогой, для того, чтобы научиться контролировать эту жизненную энергию. И если делать практики Рушенов и Синдзинов, лучше посветить это на какое-то время. Сделать личный ретрит. Или ретрит небольшой группой, потому что большой группой всё равно не получится. Если вы собираетесь с друзьями и куда-то едете, только решаете, там не весело проводить время, а болтать всё время, а действительно заниматься практикой. Например, здесь можно проводить групповые ретриты. Я не знаю, проходит ли сейчас. Сейчас почему-то всё оказалось завязано на инструкторах. Раньше не было инструкторов, в этом смысле было легче. Мы просто приезжали группой, приезжали сюда, в Кунсангар. Мы решали, какую практику мы будем делать. Мы делали расписание, по очереди вели практики. Такую практику, как практика Гурл-йоги, с гора в ночь же можно сделать таким образом. Или какие-то другие практики. Например, практика очищения шестилок. Это тоже практика Рушена. И, может быть, просто найдётся какой-то энтузиаст, который скажет, ну вот я хочу изучить эту практику. Практика несложная. Описание её можно найти, несколько книг с описанием, прочитать. Разные люди прочитали, обсудили между собой практику, как мы делаем. Взяли, можно сделать под аудиозапись один раз, один раз. Всё время не надо делать под аудиозапись. Прозвучить мелодии и так далее. Может быть, попросить кого-то, кто уже имеет опыт этой практики и хочет сделать. Это очень полезно. Если мы делаем длинные практики, и мы, например, устаем. Вот, например, мы делали практику Гурл-гар-доджи. Где-то час мы её делали. Это не очень долго. Но устали. Кто-то устал, да? Кто-то не умеет сидеть. Кто-то болит спина. Я, например, лично для себя всегда решал этот вопрос просто. Вот мы делали какие-нибудь ретриты. И, например, посреди, после 40-50 минут, часа, а тун, нормальный тун, это два часа. Два часа сидеть и делать практику. Это тяжело. Это действительно тяжело. Это сложно. И концу этих двух часов мы можем уже думать, когда это всё уже наконец закончится. Это не очень хорошее отношение, когда мы делаем практику. Это формирует наше намерение. Я обнаружил, например, для себя такой способ, что если я чувствую, что устаю, действительно устаю, просто прерываешь практику и ложишься. Не идёшь куда-то, а просто ложишься и отдыхаешь. Три-четыре-пять минут полежать, расслабиться. Почему устаёшь? Потому что возникает напряжение, потому что ты пытаешься что-то делать. Хотя в этих практиках нет большого напряжения. Если поёшь, то поёшь расслабленно. И большого напряжения здесь нет. Это не очень тяжёлые практики, физические или интеллектуальные. Но мы устаём, потому что у нас есть какая-то идея что-то делать. Эта идея нас утомляет. Мы ложимся, расслабляемся. Потом продолжаем практику с того места, где остановились. Расслабляемся не значит, что отвлекаемся. Расслабляемся — это просто немножко переключаемся, позволяем себе отдохнуть, позволяем телу отдохнуть. Но ум тоже отдыхает. И потом продолжаем практику. И очень важно делать практики рушенов, синдзинов, потому что благодаря практике рушенов мы можем обнаружить, что такое созерцание. Созерцание — это не медитация. Медитация — это когда мы прилагаем какое-то усилие, на чём мы концентрируемся, что-то специально делаем. Созерцание — это когда мы прекращаем все усилия, но мы не засыпаем и не отвлекаемся. Вот что такое созерцание. И созерцание важно везде. В сутре важно созерцание, в тантре важно созерцание, в дзавчен важно созерцание. Качество созерцания будет зависеть от того, каким знанием мы обладаем. То есть технически созерцание везде одно и то же. Технически. Но разница в том знании, которое в этом созерцании проявляется. Если у нас есть знание дзавчен, то в нашем созерцании автоматически проявится знание дзавчен, и нам не нужно ничего для этого будет делать. По большому счету, нам нужно получить передачу и научиться созерцанию. Все. Вопрос в том, как научиться созерцанию. Если мы просто, мы можем просто научиться созерцанию, но без передачи это созерцание не будет созерцанием. И практика рушенов — это прекрасный способ научиться созерцанию, обнаружить, как это быть в созерцании. Без усилий, без напряжения, без попыток что-то изменить, без стремления к чему-то. Рушен, внешний рушен — это очень важная практика для развития созерцания, потому что что мешает нам быть в созерцании? Все эти импульсы, которые внутри нас возникают. У нас есть какие-то внешние импульсы, которые нас отвлекают извне. Шум и так далее. Но это все, это практика шамадхи, сосредоточение, это все достаточно легко убрать. Чтобы не отвлекаться, не вовлекаться на внешние сенсорные стимулы, мы можем делать практику шамадхи. Практика седьмого ладжонга выполняет функцию практики шамадхи, мы говорим, практика ритмического дыхания. И это не так сложно, научиться не отвлекаться на внешние факторы. Но у нас остаются внутренние факторы. Даже мы на внешние не отвлекаемся, но у нас остаются внутренние факторы, всякие позывы изнутри. Позывы о чем-то подумать, позывы что-то сделать, что-то представить. Мы вспоминаем, мы отвлекаемся все время. Это связано с нашими кармическими следами, с внутренними нашими напряжениями. И вот практики рушена очень хороши для того, чтобы высвобождать эти напряжения. Практика внешнего рушена очень важна, очень полезна. Если у вас есть такая возможность, если у вас есть какое-то место, где вы можете уединиться, пусть это будет даже не открытое место, если будет просто какой-то большой дом, где никого больше нет. В конце концов так. Лучше так, чем никак. Где вы можете, например, орать, все что угодно орать, и не беспокоиться, что кто-то вас услышит и донесет на вас то, что вы орете. Потому что это важно. И практика очищения шестилок также очень важна внутренней рушеной. Потому что это помогает нам освободить наши эмоции. Мы делаем специальные упражнения, которые связаны с эмоциями, и на основе принципа того, как эмоции связаны с различными частями нашего тела. Потому что наши эмоции связаны с нашим телом. Очень тесно. Эмоции происходят в теле. То есть в теле что-то происходит, наш ум это воспринимает как эмоции. Но происходит это в теле, это происходит не в уме. Это происходит в нашей эндокринной системе. Сейчас современная наука очень точно установила, что каким эмоциям соответствует. Как работает эндокринная система. Какие гормоны выделяются, какие подавляются. Там нейротрансмиттеры, нейромедиаторы и прочие-прочие вещества. Что выделяется, где выделяется это, как выделяется. Эти механизмы очень хорошо изучены. И мы можем обнаружить, что все эмоции происходят в нашем теле, в нашей эндокринной и нервной системе. И с помощью ума мы получаем к этому доступ. И практика очищения шестилок основана на знании того, как очень глубоким образом наши эмоции связаны с нашим телом. Мы говорим, что они накапливаются в нашем теле. Эмоции накапливаются в нашем теле. Где они накапливаются? Ну, мы говорим о чакрах. Они накапливаются не в чакрах, они накапливаются вокруг чакры. Как напряжение. И мы можем освобождать эти напряжения. Через осознавание. Не через какие-то намеренные, усиленные действия, но через осознавание. Мы делаем визуализацию света, но что означает свет? Когда мы посылаем свет? Что происходит, когда появляется где-то свет? Что происходит? Мы видим то, что не видели. Становится видно то, чего раньше видно не было. Функция света, освещение. В чем? Мы можем светом убрать пыль, например. Странно, да, понимаешь, что светом можно убрать пыль? Или приготовить еду светом в визуализации? Но светом, свет это символ. Свет это символ. Это символ того, что мы начинаем замечать то, чего мы раньше не замечали. Мы обнаруживаем это. Когда мы говорим ясный свет ума, мы, конечно, делаем визуализацию, но эта визуализация имеет природу символа. Когда мы говорим о ясный свет ума, что это означает? Это означает, что есть какой-то свет, который воспринимается как свет? Нет, конечно. Можем ли мы видеть свет? Можем. Те, кто есть в профессиональной физике? Нету? Если вы заложите, то можно. Мы не можем видеть свет. То, что мы видим, есть свет. Мы реагируем на свет. Но то, что мы видим, это предметы, от которых свет отражается. Вот в этом пространстве мы видим свет. Мы видим источники света, да. Мы видим объекты, которые отражаются светом. Но ведь это все пространство заполнено светом. Свет — это то, что позволяет нам видеть, воспринимать форму предмета. Сам свет не видим. Сам свет является посредником между нами и объектом. Функция энергии. Почему мы говорим «энергия» — это речь? Кто-нибудь задумывался о том, почему мы говорим «энергия» — это речь? Что такое речь? Речь — это же не просто слова. Речь — это коммуникация. Это обмен сигналами. Это взаимодействие двух вещей. Речь. Я и ты. Мы общаемся. Когда я произношу слова, что происходит? Из меня ничего не переходит никуда. Тот, кто меня слышит, что слышит? Слышит звук в своем собственном измерении. Ничто никуда не переходит. Но, тем не менее, есть взаимодействие, есть резонанс. Мы говорим «передается энергия». Но физически ничего не передается. Происходит именно резонанс, взаимодействие. Возмущение пространства в одном месте вызывает возмущение пространства в другом месте. Но ничего не передается, ничего не переходит. Когда мы говорим «фотон», да, «фотон» как волна. Это просто возмущение пространства некоторое, которое распространяется с большой скоростью. Энергия — это коммуникация, это взаимодействие. Это то, что позволяет нам видеть. Свет — это то, что позволяет нам видеть. Но сам свет не видим. Но благодаря свету мы обнаруживаем все предметы. Вот что такое свет. И в уме мы обнаруживаем то, что происходит у нас в уме. Мы видим, мы замечаем мысли. Мы замечаем эмоции. Мы замечаем какие-то чувства и так далее. Все это происходит у нас в уме. Точно так же, как предметы, вот в этом зрительном пространстве. Различные явления есть у нас в уме. И мы обнаруживаем этот ум, как пустое светоносное пространство. Вот как то пространство, которое мы видим, да, оно пустое и светоносное. И точно так же пространство нашего ума. Пустое и светоносное. Но светоносное не в смысле того, что там есть источники света. Светоносное в том смысле, что мы имеем возможность это все замечать, осознавать, наблюдать. Вот что такое ясный свет ума. А не какой-то свет, который имеет зримую форму, как мы представляем свет, например. В этом нет ничего визуального. Мы используем просто язык визуальных метафор, для того, чтобы описать то, что происходит в уме. Мы для всего используем метафоры. Мы используем метафоры для того, чтобы мы говорим, когда мы хотим обратить чье-то внимание на что-то, мы хотим, чтобы кто-то что-то понял, мы говорим, посмотри. А когда мы хотим, чтобы кто-то обратил внимание, мы говорим тоже, посмотри, или говорим еще, послушай. Мы используем метафоры для мыслительной деятельности, для ментальной деятельности. Мы используем метафоры из нашей эссенсорной действительности. И, например, когда мы говорим «пойми», «понять», что означает «пойми». Понять – это связано с принятием внутрь. Внять, усвоить. Мы говорим «мы усваиваем знания». Что означает «мы усваиваем знания»? Это означает, что что-то, что не было нами, становится нами. Какой пример этого? Что-то, что не было нами, становится нами. Какой лучший пример этого? Еда. Еда. Еда – это то, что… Почему мы практикуем ганапуджу? Ганапуджа – то, что не было нами, становится нами. Мы усваиваем это. Вот эта интеграция, точно так же все остальное, то, что не было нами, становится нами, оказывается нами. Зачем не становится, зачем? Оказывается нами. Первое, что мы делаем, мы что-то внимаем, мы потребляем что-то. Это наше первое действие, которое мы совершаем. И то, как мы это делаем, оказывает влияние на все, что мы делаем, то, каким образом мы едим. Потому что это первое действие, которое мы учимся делать. Есть. Первое активное действие. Дышать нам даже не надо учиться. Оно как-то дышится само. Сначала и естся тоже само. Нам не нужны усилия, чтобы всасывать через пуповину. Но потом нам приходится прилагать усилия. Если дыхание еще как-то там по попе дали, оно запустилось, то питание нужно уже, нужно уже предпринимать титанические усилия. Что-то делать. Это первое действие. Первое целенаправленное действие, которое мы совершаем. Например, гришталтерапия, психотерапия связана с тем, что мы обнаруживаем наши... Как мы едим. Осознаем, как мы едим. И как это откладывает отпечаток на все, что мы делаем в нашей жизни. Это их идея психотерапии. Я не говорю, что это так. Но эта идея очень полезна. В ней есть очень глубокий смысл. Мы принимаем, мы принимаем вовнутрь. Это метафора. Усваиваем знание. Метафора. Точно так же мы используем метафоры для понимания, для того, чтобы описать то, что у нас происходит в уме. Мы используем метафоры из нашего чувственного восприятия. И что, в конце концов, мы познаем своим телом. И когда мы говорим, мы достигаем просветления в этом теле, это означает, что мы достигаем просветления в этом теле. Смысл не в том, что до того, как мы умрем в этом теле. Не только в этом смысл. Смысл еще в том, что это все происходит в нашем теле. А не абстрактно в уме. Это очень сложно принять. Очень сложно. Потому что наша культура построена на противопоставлении тела и ума. Для нас ум – это нечто совершенно отдельное. Мы даже знаем, что он не отдельный, но ведем себя так, как будто он отдельный. И поэтому очень важно сокладывать основу для практики. Мы делаем рушен. Мы делаем рушен тела. Он очень полезен для нашего тела также. Тайный рушен тела. У нас не было времени его разобрать. Но это не очень сложная практика. Когда мы работаем со своими напряжениями, мы создаем очень большое напряжение. И мы очень быстро устаем. В состоянии усталости мы можем очень хорошо расслабиться. Некоторые практики рушена связаны с тем, что мы себя доводим, намеренно доводим до изнеможения. Потому что, когда мы дошли до изнеможения, мы можем очень-очень хорошо расслабиться. И не заснуть сразу, но наблюдать себя в состоянии полного расслабления. И можем обнаружить состояние созерцания таким образом. И мы делаем разные практики синдзинов. Для того, чтобы в разных ситуациях обнаружить покой и движение. Покой и движение. Для чего мы делаем эти практики? Мы не делаем эти практики всю жизнь. Хотя их полезно делать время от времени. Вот для старых практикующих, которые стали старые, как старый хлеб. Не как старое вино, а как старый хлеб. Почувствуйте разницу, да? Когда Чиганан Канургу говорит старые практикующие, он обычно имеет в виду старые, как хлеб, а не старые, как вино. И вот если мы стали старыми практикующими, очень полезно выполнять снова практики рушенов и синдзинов, чтобы освежить свою практику, действительно освежить. Иначе все остается на уровне ума, умозрительных представлений. Так вот эти практики мы не делаем все время, но мы делаем их так, чтобы получить какой-то опыт. И в этом опыте мы можем что-то распознать. Потому что если мы просто вводим А туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда вводим А. Вот что это такое? Духовная практика. Вводим А вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Смысл не в этом. Смысл в том, что когда мы вводим это А, мы обнаруживаем нечто. Мы обнаруживаем то, что, я говорил, недвойственность покоя и движения. Совсем не обязательно мы его обнаруживаем, когда мы вводим это А. Мы можем это обнаружить тогда, когда мы перестали вводить А, и мы расслабились. И вот тогда мы можем обнаружить. И когда мы это обнаружили, мы потом обнаруживать начинаем то же самое, мы начинаем обнаруживать во всем. В звуке мы начинаем обнаруживать то же самое. В ощущениях телесных мы начинаем обнаруживать то же самое. Во всем. За этим мы делаем семзины. И если нам не удалось это в одном семзине, мы делаем в другой семзин, нужно делать семзин кумулятивно. Почему? Чтоб мы не думали, как там дальше делать этот Синь-Зин. Вот мы сделали кусочек, а что там дальше надо делать? Нужно, чтобы это дошло до автоматизма, чтобы этот Синь-Зин дал опыт, дал переживания. Тогда это имеет смысл. Тогда мы можем действительно расслабиться, когда нам не нужно думать о том, что делать. Песня Ваджира – это один из важнейших Синь-Зинов. Песня Ваджира нужно выучить. Мы её выучиваем, тогда мы её поём. Это не так, что мы её сначала выучили, а потом спели. Мы её выучиваем, одновременно мы её поём. И потом мы перестаём думать о том, как петь дальше. Нам не нужно смотреть в текст, нам не нужно вспоминать. Она вспоминается сама. И мы можем в этой Песне Ваджира расслабиться. Можем в ней отдохнуть. В Песне Ваджи. Она поётся сама. Энергия движется сама. И мы объединяемся с этим звуком, со звуком Песни Ваджи. Есть у нас много-много разных других практик. Но у нас есть основа Санти-Маха-Санхи. Санти-Маха-Санхи – это многоуровневая система, но основа закладывается. Когда мы начинаем практиковать, мы закладываем основу. И в этой основе важны практики Рушена, практики Синдзина, практики Ладжонгов. И также благодаря этому мы получаем некоторое образование для чего? Для того, чтобы видеть перспективу, для того, чтобы видеть общий контекст. Иначе мы будем знать просто какую-то технику и не понимать общего контекста этой техники. Вот основа Санти-Маха-Санхи, которая изложена в книге «Драгоценный сосуд», даёт нам понимание этой перспективы, даёт нам понимание, чем одна колесница отличается от другой. Одна система практики отличается от другой. В чём между ними разница? И мы пробуем эти системы практики. Мы не просто их интеллектуально изучаем, но мы пробуем их. Для того, чтобы понимать. Понимать нюансы. Иначе всё оказывается одно и то же. Все говорят, ой, все практики одно и то же. Все учения одно и то же. Ну, конечно. И если нет ничему, кроме твоей собственной глупости, то всё одно и то же. В каком-то смысле, когда мы понимаем, когда, да, действительно для нас становится всё одно и то же. Но когда уже есть понимание. А когда нет понимания, всё не одно и то же. И вот эту разницу нужно изучать. Очень важно её изучать. Поэтому мы изучаем основу Санте-Махасан. И вот таким вот образом мы строим свою практику. Мы закладываем основу. Мы пробуем разные методы. Применяем разные методы. Мы убеждаемся. И в конце концов мы обнаруживаем созерцание дзарчен. И потом наша задача просто замечать, когда мы, что нам препятствует быть в этом созерцании. И применять различные вторичные методы для того, чтобы устранять эти препятствия. Всё, в этом заканчивается. В этом заключается вся практика дзарчен. Ничего особенного. Если нужно петь мантры, тогда мы поём мантры. Мы поём мантры не потому, что это красиво. Не потому, что это духовно. Мы поём мантры, потому что у нас есть конкретная цель, зачем мы поём эти мантры. Например, научиться интегрировать состояние созерцания и речь, энергию. Например, для этого мы можем это делать. Или у нас есть какие-то вторичные задачи. Тогда мы делаем практику вторичную. Например, практика мандарабы. Практика мандарабы может быть основной практикой. Но она может быть основной практикой только в случае, если есть основа. Если есть прочная основа в виде созерцания дзарчен, практика мандарабы может стать основной практикой. Если этой основы нет, всё значительно сложнее. Более того, с этой основой эта практика будет работать намного лучше. То есть, если мы говорим «долгая жизнь», то кого-то интересует долгая жизнь. Я, например, не испытываю большого интереса к практике мандарабы. Я её делал, я делал ретрит по практике мандарабы. Я был на многих ретритах по практике мандарабы. Но я не испытываю, меня вот эта перспектива долгой жизни абсолютно не возбуждает. Не чувствую к этому интереса. Меня это не мотивирует. Но если это вас мотивирует, это замечательно. Делайте эту практику. Просто нужно понять, что для того, чтобы практика мандарабы действительно работала, должна быть основа в виде созерцания «зачем». Другое дело, что если у вас есть основа в виде созерцания «зачем», вас, может быть, не так сильно это будет интересовать. Но если надо продолжать жить ради чего-то, тогда, в принципе, для практики «зачем» в жизни смерть не имеет значения. Но если нужно продолжать жить ради чего-то, если есть какая-то задача, тогда можно делать практику продления жизни, чтобы функционировать, чтобы не болеть, чтобы иметь возможность завершить свою практику, довести её до чего-то. Тогда это важно. И так далее. И другие вторичные практики имеют такой же принцип, такую же функцию. Но важно, самое главное, это научиться созерцания «зачем». Для этого мы снова и снова делаем гуру йогу. Для того, чтобы получить это знание, мы делаем гуру йогу. Можно таким методом, как мы получали вчера передачу. Можно просто делать практику с белым «а» и расслабляться. Очень важно расслабляться. Каждый раз расслабляться. Чтобы у нас не было усилий. Потому что произносить «а», делать визуализацию – это требует усилий. Усилия нас отдают. Вообще говоря, в усилиях как таковых проблем тоже нет для практик «зачем». Нет такого правила, что практик «зачем» не должен прилагать усилий. Те, которые решают, что практик «зачем» не должен прилагать никаких усилий, очень быстро деградируют. Я уже вчера говорил о таких. Практик «зачем» может прилагать усилия. Мы не прилагаем усилия для того, чтобы обнаружить мгновенное присутствие. Вот для этого мы не прилагаем усилия. Потому что это от усилия не зависит. Мы не прилагаем усилия для того, чтобы быть в мгновенном присутствии. Это не зависит от нашего усилия. А для всего остального усилия нужно. Чтобы жить, нужно усилие. Чтобы учиться, нужно усилие. Чтобы работать, нужно усилие. Поэтому мы делаем, меняем метод с усилием, метод Гуруйоги. Потом мы расслабляемся и остаемся в состоянии без усилия. И тогда в этом состоянии мы, может быть, распознаем свою природу, свою потенциальность, обнаруживаем и затем продолжаем в этом состоянии. Хорошо. Мы будем заканчивать. И в завершении мы сделаем Гуруйогу песни Ваджара и посвятим заслуги. Спасибо.